вот теперь видно да видно нет почему все вот хорошо так так и что ты хотел сказать или поздравить пасхой во первых поздравляю на христос воскрес ну что у тебя там нового саша как все нормально да наши ролики смотришь как у нас пасху встречали да у вас там я видела концерт дети готовились концерту а там мы поставили как у нас было было богослужение правда батюшки не был он был в деревне там у него у него два храма вот так ну может там кто старше какой-то вопрос хотите задать ну начнем с внуки так что посоветуете человеку который только начинает изучать евангелие смотрел роликом у меня интервью прилетал человек из москвы специально взять интервью алексей 3300 километров и обратно а летал зачем только взять интервью это для меня просто даже я как бы стороне но все равно мне кажется это большой расход ну вот под ним комментарии там дают сейчас посмотрел люди то ничего не знают и нравится а бы как вот пришел что было уютно хорошо а господь пришел не для уюта а для того чтобы люди переродились заново вот что надо родиться свыше вот мы об этом считаем 3 главе евангелия от явно пришел никодим ночью он боялся как бы не узнали христос и большой начальник был подада бы это счесть а так гони мы всеми какой-то плотник из назарета а господь ему говорит надо бы на тебе родиться свыше и кто не родиться свыше не может увидеть царствие божие даже по мытарствам не пойдет сразу головой вниз в ад полетит и он не знает что сказать на это сегодня в церкви об этом не проповедуют это самый главный вопрос благодатный огонь мироточение икон вот все люди знают и огонь принесли его он у нас сутки практически горел дома на лампадке у нас лампадка стоит хорошо вот чего начать надо отвергнуться самого себя его когда спрашивали ученики христа это не мой ответ он отвечал отвергнись себя то есть растопчи свое я что ты научен был до встречи со христом это только мешается под ногами в дальше возьми крест страдания один болеет другой впервые сидит 3 где-то трудную работу ведет это крест и следуй за мной третье слово за мной то есть по заповедям смотри-ка христос призываю то что маленькие слушались родителей дедушку бабушку никого не огорчали между собой не дрались злые слова не говорили другой это вас еще не касается вы не пьяницы а с дьявол никого не оставляет не никак вот есть написано маленький мальчик заболел ему 6 лет было моложе же тебя он отец его на руках держит а он все время матерился а тут умирает и кричит смотрел видео вот как и злая страшные такие лезут на него какие-то эпиопы черные это демоны его душу вырывают он кричит отца что защите меня и умер с этим да к ребенку то 6 лет уже отвечает за свои поступки за каждое слово которое скажет человек худое он от понесет ответ в день суда и вот все по порядку начнем отверглись себя возьми крест и следуй за мною а когда апостола петра спросили он ответил это но по-другому маленькое первое покайтесь второе и докреститься каждый из вас во имя иисуса христа для прощения грехов и получите дар святого духа это деяние апостолов 2 мы сегодня храмы идем и исповедуем апостолов 2 глава 38 стих мы должны сказать что делать начинаем еще вот покайся прими крещение с полным троекратным погружением не ладошкой по голове как нас научили католики христос крестился в иордане где было много воды евнов с филиппом оба сошли в воду владимир князь крестил в днепре а сегодня стоит на полу плиткой выложенным или как ему мокрой ладошкой крещение то нет это обман вот что делать надо приготовиться все знать о христе считать просить разумение а как другого человек говорит я хочу куда-то поступить ну куда он хочет поступить допустим налетчика наш это надо учиться а мы-то идем к небу и определенное правило существует туда плоть не поднимется в таком виде таком виде взято только два человека на небо и или я вот такой ответ спасибо 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 столь расширенный ответ дальше с какого евангелия начинать изучение от руки от матфея и она или от марка какой выбрать для начала из этих 4 канонически что есть вопроса саша так не ставится все они евангелисты и пишут есть такие которые близко друг другу а я пишет все возвышенное поэтому надо считать какой евангелие из трех и попутно евангелие татьяна вместе брать считать вот мы сейчас занятия у нас идут по скайпу и называется так пособие по изучению евангелие от марка и мы выставляем ролики и посмотри как рассуждать надо ты прям на нашем ю тубе только посмотри все пособие называется то есть помощь помощь для изучающих евангелие от марка она самая коротенькая но когда рассматриваем и изучаем по она получается большим то есть и из от марка начинать до но если с нами занимаетесь будете брать с пояснениями это тоже по скайпу да у нас это идет по порядку сергей павлович ведет эти занятия он считает сегодня там одна глава или поменьше и дальше идется как рассуждать даже не толкование там вот среда и пятница если я не ошибаюсь там вот время а если я то время в школе так как когда мне изучать с вами месяца а мы же выставляем в интернет и ты в интернете ткнешь только и снова только попозже дня на два у тебя такие же занятия вот мы все записываем так что ты только смотри там пособие написано по изучению евангелие от марка и ты можешь в любое время когда утром рано вечером поздно или когда устанешь или школу придешь и к какая разница стол то накрытый пища подана так вопросы будут сегодня чисто по по евангелию давай постараемся ответить как читать евангелие с самого начала то есть первой главы первости или по уставу церкви нет лучше всего по порядку как идет ты можешь по порядку считать а потом почитать что церковь предлагает атака значит и будет первой а вы на до с первой главы с первого стиха но считай хорошо я на год вначале было слово и слово было у бога и слово было бог и дальше это там говорится сотворение мира да нет а в начале сотворения мира написано вначале сотворил бог небо и землю а я считал евангелие от иоанна а вот который сейчас говорю это книга бытие ну сегодня постараемся купить евангелие евангелие без евангелия никак я вот здесь беседу и бывают мусульман есть а нового нету вот если посмотришь мои беседы тут на под номерами под разными сам уже сто семьдесят шесть кажется номеров я тут беседующий от рулетки а то не хорошее место такое но поэтому туда и зашли мы им говорим о боге считаем псалтырь евангелие проповедуем и там ты увидишь как я людям показываю библию есть она у них или нет я тоже там в чат рулетки одно время был я и понял что там очень нехорошее место правда и как не заходи туда даже близко я уже не ты старше тебя маленько это там находишься сразу устаешь люди безобразие я там это один один день его скачал и потом удалим сразу вот так мы должны людям рассказать о боге христос сказал что нужду врачей имеют больные они здоровые там люди больные поэтому мы приходим туда и проповедуем им так дальше какое толкование выбрать то бишь объяснение толкование я то что знают предлагаю тебе это блаженного фефилакта архиепископа болгарского вот у нас мы выпустили такой материал 3 тома по 752 сейчас запишу сейчас карандаш пойду возьму запишу на на листок блаженный феофилакт еще раз повторите блаженный феофилакт феофилакт архиепископ болгарский блаженный феофилакт архиепископ болгарский это было в тысячи примерно сотом году в одиннадцатом веке он собрал по всем святым отцам что на любой стих говорили ян златоуст василий великий григорий богослов на зиан зин а это в совокупности вместе я когда вел занятия в институтах я всегда по нему вел по блаженному феофилакту чем компактно так ответы все данного стиха растолковывает но вот теперь такой чисто вопрос вот у евангелистов да вот этих четырех у них были там вот ангел левый орел вроде еще был что они им помогали писать да нет это так принято евангелист и я в откровении пишет и видела четырех животных и дальше перечисляет от перечисляет а теперь подумали какое кому принадлежит примерно так вот газ евангелист матфей начинает говорить о человечестве христа как он родился в римских если я был я около него рисует человека вот иногда такие рисунки могут где-то меняться маркс считается посла это евангелие написано для римлян она начинается с буквы и везде и то есть краткая как команда какая отдается считаешь это лев а лука когда берут поля лука начинать жертвы которые принесли родители пришли и поэтому около него рисуется бык его в жертву принесли поэтому с ними а я начинаю так начали было слово то есть возвышенный такой стиль он а небесном и рисует орла а вот это знаете богослов такой осипал и он сказал что от иоанна это очень сложно и в англии она самая распространенная мы вот в окрестной деревне вокруг нас и мы каждое воскресенье ездили группа благовестников раздавали евангелие по домам мы раздать чтобы раздали больше 30 тысяч евангелий от иоанна отдельный евангелие от луки я даже не знаю если такое сегодня а вот иконы которые писала покойные сергей сайт вот работает так иконы сейчас его отсылаются работы не знаю я не нет связи потому что мама осталась одна она сильно тоскует плащет и но сайт сейчас тот работает и заказы принимаются ну сайт рабочий если бы логически подумать то если бы он там уже не работал и вот закрыли и удалили этот сайт также и могу ответить потому что я не в курсе а почему бывает его сайт он годами будет стоять кто-нибудь маленько тревожит и все там просто три месяца если никаких подвижек нету то могут закрыть несущий так ну не знаю еще понятно а у вашего творчества прилетели скворцы что-то и не видать совсем мало они вроде бы ушли куда-то да как снегири снегири тоже нет скворцов тоже нет что-то на их влияет может быть большие птицы не прилетели недостаточно земля разогрелась ну да холодно совсем стало особо на сегодня вчера было тепло сегодня уже холодно очень давно а ты саша видел как у нас богослужение идет богослужение именно у вас там при лагере да там да нет лагеря один это в детстве молились этот который мы выставили то и барнауле было а сегодня там какой концерт был из потерявки прислал дядя вова а ты песню такую слушал дядя вова мы с тобой нет а вот и заряди заряди в ю тубе дядя вова мы с тобой посмотри как искусно могу я дядя в часе вова мы с тобой ну-ка включи я послушай как она будет играть а ты смотри включая на весь экран население Вот это оно нет или не слышно вам? Нет, тот, 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 дальше послушаешь, как это, да, это такой, ну просто интересно познакомиться, ребятишки маленькие поют там кадеты, ты маленько, да, вот я так и понял, вот показываю, да слушай, там вредного нету, с ними там, которая женщина стоит, это депутат думы, государственной. А вот Владимир Головин, тот, да, вот, организовывает всемирную молитву за мужчин Акафистом Георгию Победоносцу, вот, и будет она, сейчас вам скажу, когда она будет, сейчас узнаю точное время. А мы каждый день молимся. За мужчин, там, за военных, Акафистом Георгию Победоносцем. А мы каждый день молимся. Это будет 20-30 по московскому времени, 2 мая. Хорошее дело, когда люди вместе молятся, молитву услышали, было бы. Ну, вот, можно имечка подать, там, 10 рублей стоит. А за что? Имя подать на молитву, чтобы. Ну, это не годится никуда, за имя деньги платить, это совершенно не годится, нельзя платить. Это легко применять. Правильно, правильно. Ну, там, у них есть и благотворительно, и кто желает, можно пожертвовать. Нет, не надо, ты сам находи здесь жертву. Два барьера. Здесь, здесь находи нуждающихся. Может быть, тебе надо помогать, а не то, чтобы ты помогал. За тобой же, видишь, надо ухаживать, человека надо содержать. Я вот прошу благотворительно им, чтобы записали, а вот говорили, что вы и так часто записываетесь бесплатно, и вот не записали меня в этот раз. Так я все записал. А данные о нашем сайте, обо всем я же послал тебе? Да, там, в чате, по скайпу, я так понял, да? Там форум, сайт, мой мир. Если нет, то я еще пошлю. Это наши ресурсы, притом очень большие. А ты потом эту песню тогда слушай. Посмотри, как ребятишки там, как они поют-то. Ну, можно хорошее отовсюду избрать. Они-то, видишь, как о чем поют, то и показывают, составляют. Пушки там, а у нас-то ничего нет. Вот как говорим, так все записывается. У тебя когда там готовится операция-то быть? Операция, точная дата уже известна. 30 мая. Ну, ты сообщи как-нибудь, потому что мы будем молиться, чтобы Господь даровал тебе здоровье. И зрители, когда выложат, тоже помолятся, да? Ну, будет уже точно известно. Ты на нас сойди, а я сообщу своим друзьям, и мы будем молиться. 30 мая, времени точного не знаю, в числах именно. 30 мая, я-то запомни. А ты уже перед этим еще раз сообщи, мало ли что-то в суете, это может забыться. Да. Ну, все, еще больше нету? Нет, все. Все, давай отключайся, ну-ка, получится. А в интернете будет когда-то, тоже вечером, как и в тот раз, да? А вот это, что, когда молимся мы? Не, когда наш разговор выложат. Тоже вечером, как-то. Да, завтра, может быть, будет так. В тот раз? Да, я поставлю. Ты потом прослушаешь и увидишь, на чем надо было остановиться. Какая-то мысль тебе тут подойдет, ты над ней будешь работать. Ну, все тогда. Ты не чаще, чем две недели раз запиши, когда заходить, чтобы две недели прошло. И потом внизу запиши, могу ли я принять. Потому что я не всегда здесь, и просто напиши сейчас, сколько времени. Примерно к этому времени через две недели. Заранее приготовишь вопросы. Вот, я же готовлю на сегодня вон, в источнике. Только не потеряй ее, она тебе сгодится. Ну, все тогда, расходимся мирно, с Богом. Все, да. Субтитры сделал DimaTorzok